Я рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Это программа «Влияние», это прямой эфир. Спасибо, что вы остались с нами. Те из вас, которые впервые встречаетесь с нами, вы будете благословенны сегодня. Я не один. Праздничное настроение, праздничный вечер. Все говорит о празднике. О каком? Merry Christmas and Happy New Year. Христос народился славимо Его. Таким радостным, светлым праздником, приветствием я поздравляю искренне вас. Бог да благослови вас обильно. Бог да наполни ваши закрома. Бог да восполни ваши нужды. От богатства и обилия своей благодати, от верхних источников и нижних источников. Будьте благословены. Ваш ход и выход да будет благословен. Когда вы садитесь, когда вы встаете, будьте благословены. Благословены. В дома ли, на работе ли, в офисе ли, в колледже, на учебе ли, в служении ли, в церкви ли, будьте благословены. Нам есть о чем радоваться сегодня. Я не один. Алла Чернецкий и мама Валя. Сегодня у нас особый круг моих близких родственников, родных. И поэтому, а за кадром также есть наши родственники, и работает целая команда. И мы, друзья, будем работать на вас. Целый час мы в эфире, поэтому fasten seat bells, please. Что это означает, Александр? Это пристегните ремни, как мы говорим в самолете. И мы взлетели. И усаживайтесь удобно в ваших экранах. Удобно, в экранах, да. Я хочу также сказать с Рождеством Христовым, Христос народы и всей Мэри Крисмас. И как сейчас, везде поют на радио в Америке, it's the most wonderful time of the year. Я очень рад находиться здесь в студии вместе с тобой и с нашей мамой. Мама, ну, и вы также пожелайте. Я тоже хочу пожелать искренне, сердечно всем телезрителям, которые смотрят нас, не только в Сакраменто, в других штатах и даже, Боже, на том постпространстве, чтобы с великим, величайшим праздником Рождества Христова, всемирным, величайшим, самым радостным, который только есть на земле, этот такой великий праздник. Поэтому поздравляю вас сердечно, вашей семье, ваших детей, ваших родственников и всю вашу жизнь. Вне этого праздника, вне того, чтобы было Рождество, вне того, чтобы была Пасха и вне того, чтобы были вы, мам, не было бы сегодня нашей встречи, Аллах. Не было бы нас с тобой. И я, Юрий, рад, что мама сегодня с нами в этой студии. И она у нас всегда вечно молодая, и полна сил, здоровья, и Папа наш также. Я думаю, Папу надо тоже пригласить как-нибудь. Мы обязательно, обязательно мы сделаем. Итак, ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на рамени его, и нарекуть ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножение владычества его, и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его. Это рождение нашего Господа Иисуса Христа было предсказано за много времени, много лет до Бога воплощения. И мы всегда говорим о том, что Бог не родился, Бог воплотился. Если бы мы говорили, что Бог родился, скептики и критики, и всякие нелюбители наши, они бы в руках плескали. И говорили, видите, их Бог, оказывается, имеет день рождения. Что это за Бог? Кому они поклоняются? Если Он сам родился, так и все мы. Но Бог воплотился, Он одел человеческую плоть, Он вошел в тело, такое, как и мы. Но написано, младенец родился, но не Бог родился, а сын дан нам, Богом, отцом дан сын для человека. Поэтому об этом мы будем говорить. Мам, вот вспоминая наше украинское Рождество, вы с папой, а особенно нет, я, наверное, преувеличил, это была более ваша, наверное, инициатива, более чем папы. Вы старались в нашей семье, нас семеро было, да? Вы старались создать атмосферу праздника. Даже в виде елочки, были подарочки. Отец какие-то с Москвы привозил маленькие мандарины, я помню. И конфеты какие-то где-то вы доставали. Хотя, в какой-то мере, это табу было. Было, Алекс, на Волынске табу или нет? Я не помню, чтобы елочка у нас была. Ну, 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 Алекс, было? Единожды было? Мам, вы лучше помните это. Ну, если так выросло правильно, если в моем, примерно, в моем уже молодости, в моем детстве, этого еще не было, но мы к этому подойдем еще. А что касается, когда уже выросли, это тоже было очень примитивно. Старалась делать, конечно, каждому что-то приятное и в день рождения. Было такое, даже вы еще спите, и кто-то, кого-то, какой-то юбилей, я старалась накрыть стол, я ушла на работу, и когда вы вставали, уже был накрыт стол, и сверху была белая скатерка, они это видели, и так старалась чем-то, как говорится, что можно, то укладывать детям. Потому что, особенно праздник Рождества, он все-таки отличается от других праздников. Мы об этом еще будем говорить. Поэтому все оно, как говорится, немножко созидало и как-то вам напоминало, и даже радость такая, как говорится, в домашней атмосфере, она тоже дополняла. И поэтому, если говорить в отношении елок, то... На Донбассе, кстати, у нас была елка или нет? Первый раз приехала к нам с Москвы Нина, и она поставила елку. Да, в Донбассе была елка. Ты за Донбасс говоришь? Да. Ну, я вот стараюсь вспомнить на Западной Украине, когда мы уже переехали. Ну, на Волынске елок, наверное, не было. Это запрещено, кстати. Только на площади была елка. Если на Волынске нас смотрят, они подтвердят, что на площади была елка. Была на площади большая елка, и наша верующая молодежь всегда на рождество ходила туда петь. Это имело большое значение, ведь люди приходили на елку посмотреть, а тут как раз... Но в домах не было елки. Это вот на временах. А в домах не было, да? А в домах... Ну, пожалуй, когда же вы стали более взрослыми, то вы старались что-то сделать. Хотя папа, он немножко в этом отношении был. Консервативный был. Ну, категоричен. Я, Юрий, скажу, наверное, хотели иметь елку. Хотели. Хотели. И мы где-то в какой-то мере тоже... Мы хотели, но ее не было. Ну, нельзя было так насильно. Да. Даже в таком плане. И наглядно. И наглядно. Ну, да. И на детей как-то тоже их... Ну, однажды Витя наш, он же учился, говорит, как мне нужен телевизор? Как мне нужен телевизор? Я же занимаюсь высшим учебным заведением, мне очень это нужно. И он так сказал отцу. А все-таки это уже был зрелый человек. И он говорит, мне так бы хотелось. А отец говорит, пока, Витя, ты в моем доме, телевизора у меня не будет. Отец так сказал. А тут пришлось, видишь. Ну, кстати, на Светлой, где мы были, стоит тарелка. Стоит тарелка, которая импакт принимает. На Светлой, где мы родились, где отец говорил Виктору, эти слова. Да, стоит тарелка. И на Светлой один, если вы знаете эту Светлую. И там стоит, и там принимается импакт, наряду с другими телеканалами. Ну, Юра, ведь кто знал, что придет такое перемену, конечно, в какой-то мере мы ожидали. И пророчество было, ожидали. Но это не так было ясно, чтобы можно было действительно придет время. И мы уже тогда будем вот в эфире проповедовать Слово Божие. Поэтому вот так и с этим в отношении елок. Мам, следующий эфир, который мы с вами проведем. Мы сделаем большую анонсировку в Нововолынске. Живые ваши еще? Живы ли те ваши соработники, с которыми вы работали в больнице? Ну, конечно. И с чем многим? Обязательно. Обязательно. Найдем возможность, проплатим почтальонам, чтобы они анонс сделали, чтобы смотрели Велину Павловну в эфире. Мы это сделаем. Мне такая мысль... Эта мысль прямо сейчас пришла. Пришла такая мысль. Это будет здорово. Потому что маму многие знают. Мы сделаем огромный билборд в Нововолынске поставим. Такие 30-метровые. Ваши фотографии. Смотрите Велину Павловну в такое-то время на канале «Инпакт». Тем более мэр города здесь был. Был, конечно. В этом он сидел. Он здесь сидел. На вашем кресле. И он сможет посодействовать. Он посодействует. Я могу ответить на этот вопрос. Пожалуйста. Сразу. Дело в том, если, что касается отношений засвидетельствовать о Слове Божьем, о истине, что мы и делали во время иммунализации. Но у нас не было столько времени, чтобы это изложить более, так сказать, подробно. Мы имели встречи. Поэтому, конечно, отказываться нельзя только о том, чтобы действительно возвестить об истине, о Слове Божьем. Или, так сказать, указать им на путь спасения. Несомненно. Это будет здорово. Такой телемост сделать сакрамент Нововолынск. Несомненно. Жив Господь. А чем отличается для вас лично Рождество от всех других праздников? Лично для вас. Я не говорю библейская точка зрения. Потом богослововская точка зрения. Лично для вас. Для меня лично, во-первых. Для меня лично, вероятно, как и для всех. Во-первых, рождение Христа. Во-первых, это Сын Божий родился на землю. Сын Божий родился на земле для того, чтобы дать людям спасение. Он принес мир. Он принес радость. Он все, что прекрасное, он принес своим рождением на землю. Поэтому, если сравнивать с другими праздниками, то есть ты имеешь в виду вообще праздники, любые. Даже любые. Скажем, светские, 1 мая, 8 марта, День солидарности. И сколько этих праздников не было, там определенные люди, определенные имена бывают, вспоминают. Хотя потом эти люди, когда они умирают, приходят забвения. И даже перечеркивают всю деятельность. Будем помнить вечно. Да, да, да. Вечно. А потом, может, когда-то, через десяток лет вспомнят. Но рождение Иисуса Христа – это совсем не то. Дело в том, что Христос родился. И считай, 12 апостолов, которые последовали за ним, они перевернули всю историю человечества. Вот это отличается. И для меня лично точно так же. Потому что мне Господь открылся в самом раннем детстве. И поэтому никакой праздник не приносит такой радости, как праздник Рождества. Ну, будем говорить, что тоже наш христианский праздник – Пасха, Воскресенье Иисуса Христа. Ну, еще и другие праздники. – Мам, ну, смотрите, смотрите, ваша мама, наша бабушка, Пелагея, да? – Да, Назаровна. – Назаровна? – Назаровна. – Назаровна. – А она, она, то есть, они были из православия, да, я так понимаю, да? – Да, да, православная мама моя была. – Но искренняя православная. – И я бы сказала, искренняя православная, искренняя. Потому что даже по характеру она очень такая была, спокойная женщина. – А вы в нее пошли? – А я не знаю. – И, наверное, и в дедушку, и в вашего папу. – Ну, не знаю, прописывать. Знаешь, Господь знает, как говорится, внутренне, сердце. И даже в одно время пела в хоре, имела хороший голос. – В церковном хоре? – В церковном хоре пела, имела хороший голос. И в такой вот атмосфере мы воспитывались. Но воспитание в основном легло на вашего дедушку, а на моего отца. – Он уверовал? – Он уверовал где-то в 30-х годах. Вот. И как раз это в эти годы было во время коллективизации, была перестройка, было сильно такое, знаете, народное волнение было. И в этот именно период отец уверовал. И, может, мы в дальнейшем поговорим, как он действительно приводил к Богу нас всех, еще с маленького детства. Вот. Поэтому даже я поверила где-то уже в 5-6 лет, если так откровенно говоря, это так было. – В 6 лет? – В 6 лет я уже полностью верила, что есть небо. Своим, так сказать, детским сердцем, детским размышлением. Я глубоко верила, что есть небо, что есть Иисус, что есть ангелы, и что там очень красиво. Это я верила. Глубоко. Ну, уже потом дальше так, как говорится, с каждым годом возрастает ребенок. Но что мне в том возрасте сильно смущало, что написано, я это слово знала, ничего нечистое туда не войдет. Еще же я слова не знала. И не сказать, чтобы отец так сидел, читал, читал. Вот читал отец. – Библия одна на всех была, да? – Да, на всех она была сейчас картинками. – И он читал. – Читал, 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 и раз, этот стишок не. Вот. И этот стишок настолько вошел в мое сердце, я думаю, вот, у нас ничего нечистое не войдет. А как же я спасусь? Я совсем маленькая была. Вот. И потом мне уже стали приходить мысли, я же еще не понимала, как это спастись, как это через покаяние, как это дальше, дальше идет процесс. Я этого не понимала. Я только в своем сердце одно думала, если бы меня где-то уехать в пустыню, я когда-то вам рассказывала, вот тогда я спасусь. Так как в детстве дети, тот что-то забрал, а тот где-то толкнул, и ты уже чувствуешь, что… – Виноват, где-то. – Потому что ты чувствуешь, ты уже нарушил сердечки. Хотя мы должны быть даже для взрослых, такой пример, будьте как дети. Мы могли быстро примириться, это все делается моментально, потому что детей нет, как взрослых. – Хотелось так как монахини. – Как монахини, да? – В дальнейшем я уже начала понимать, что такое, как идти к Богу, и как. А в этом месте меня сильно преследовало. Вот пойти мне в пустыню, вот там же я спасусь. Оно меня мучило, так сказать, вот это. Так что вот… – Интересно, интересно. – А что же говорить спустя сколько, несколько десятков лет? – О! – Что говорить христианам, живущим в Сакраментах? В какую пустыню нужно уходить? – Да, в пустыню укрепшего Христа. – Вау! Это только во Христе? – Да, укрыться во Христе – это правильный ответ. Он пролил кровь свою, он дает нам прощение, если мы обращаемся искренне. Прощение дает освобождение, и мы ходим свободны. Свободны от чего? Свободны от греха. – Это самая большая свобода. – Это самая большая. Это Дух Святой работает, это совесть наша подсказывает нам, и это действительно блаженство, и это радость. И так мы идем на протяжении всей жизни. – И на протяжении 20 последних лет вашей жизни здесь уже в Калифорнии вы имели уникальное служение, это служение в школе, да? В воскресной школе. И, может быть, вот те ваши мысли, и детские вот те, то восприятие Бога, оно, несомненно, помогло вам передать это, передать. – Пожалуй, помогло, потому что еще, как говорится, в далекие времена у меня было, я прочитала о некоторых там миссионерах, и думаю, ох, как это они, как они трудятся. И у меня было тоже, тут внутри такое желание у меня было, у меня было желание, вот где-то я уеду, где-то в какой-то поселок, я соберу там пожилых людей, я им буду свидетельствовать о Христе, это уже миссионер. Ну, такие у меня были планы. Ну, конечно, кое в чем, конечно, они осуществились, и я благодарна за это Богу. – Кстати, Алекс, я однажды на пастырском, я сказал, мам, вы можете это не слушать, вы этого не слышите. Вот я однажды на пастырском сказал, так как мама наша, моя мама и твоя, я им так сказал пастырям, так как она готовится к следующему уроку на протяжении всей недели, готовится к следующему воскресенью, дабы предстать пред детворой. Ну, у вас не только дети, и подростки уже были, и юноши были, и девицы, да? Говорю, если бы так мы готовились к воскресной проповеди и к служению, пробуждение пришло бы уже в яркой мере. Мам, у вас весь дом, все было заклеено всякими наглядностями, стол был засыпан материалом. – Да, это правда. – И все исписано. – Да. – И все исписано. – Но вы этого не слышали, мам. Это я Алексу сказал еще некоторым в прямом эфире. Так пробуждение бы пришло уже. Обычно, к нашему сожалению, временами мы, знаете, лихорадочно думаем, что бы сказать, потому что пастырь предложил слово перед собранием. И поэтому вот. Но, тем не менее, мам, спасибо вам. Спасибо вам огромное. Я знаю, к нашему спасибо, к нашему с тобой. – Я тоже присоединяюсь. – И присоединяются сегодня масса телезрителей, потому что благодаря вам вы принимаете сегодня, дорогие наши, этот сигнал, вы принимаете благословение, вы назидаетесь этими эфирами. Благодаря вам непосредственно к этому спасибо. Мы присоединяемся все, от лица многих из вас. Я говорю мамам, спасибо. Я еще кое-что скажу мамам. Но это ближе к эфиру, к заключению эфира. Напомнишь мне, что я хочу очень что-то важное сказать. Я не зря говорил «fasten your seatbelts». Но вы не будете это слышать, это я также скажу. Поэтому мы признательны, искренно, искренно. Я, кстати, может, я это говорил в эфире, а может, и нет. Это, может, не столь такой настрой рождественский, но я не самый был путевый. Алекс самый, вот этот, самый был прилежным вам, правда, во всех отношениях. Я был... В каком плане? Ну, я не совсем был. Ну, то есть, как? Я хочу более так. Ну, вот так прямо и конкретно. Алекс, ты на первом месте стоял, наверное, с братьями, да? Ну, так он старший, я считаю, что... Пусть мама скажет, кто был путевый, кто не путевый. Старшие дети в семье, они должны, так сказать, подавать пример меньше. Они должны каким-то образом влиять. Потому что, даже давайте возьмем так, наглядно. Пошел в школу старший ученик, как в моих вот внуках, уже я вижу. То младшие, пока идет в школу, уже изучил все буквы английского языка, то ли русского, уже знают аспоку. Почему? Не всегда родители сидят с этими детьми и не скажут, это Э, это Б, это С. Она не смотрит, вот старший занимается, а он возле них. Вот в такой мере и духовность влияет. Вот. И я считаю, что ты много вложил. Потому что, вспоминаючи детство, это был первый класс у тебя, мы жили в Зажинске. Да, Донбасс. Да. Многострадальный, да. Ну, да. И когда ты приходил из школы, и всегда первое в тебе было, ты брал Евангелие, Евангелию, такая маленькая была, и заходил за штору и читал, как будто бы упитывал. Ведь я же не говорила ему, пришел, ты иди, раньше, раньше почитай, помолись. Хотя внуков, внуков своих, я бы так старалась воспитывать. Вот. Это у того окна на подоконнике, где два года назад вы мне показывали, да? В Донбассе. В 2011 году? Мы в 2011 году? Да, в 2011 году. Четыре года назад. Четыре года назад. И что интересно, мое желание было, вот как мама рассказывала, попасть в этот дом север на 19. И мы поехали туда с нашей сестрой Ириной и с папой, попали в этот дом. Там еще живет эта... Да, Надя. Надя живет. Вот, ну, вы, как всегда, хотели ей засвидетельствовать и засвидетельствовали. Хотела, я ее и раньше. Она так обрадовалась. Она кинулась и начала посылать меня за бутылкой шампанского. Даже крепче? Даже крепче. Да, мы свидетельствовали. Обрадовалась. Ну, и что интересно, я зашел в ту комнату и я нашел то окно, тот подоконник. И я очень... Это мне мама запомнилась на всю жизнь. Я приходил со школы, мне было 6 лет, да, в первом классе. Длинная штора, и мне не видно. Ты прятался за штору, да? За штору. Она длинная. Вот как сейчас длинная штору. И я бросал свою сумку в сторону, становился и читал, как говорят, в захлеб, да, читают? Матфея, Марка, Лука, Луки, Иоанна. И мама меня звала несколько раз, иди кушать, а я сейчас, сейчас. Вот, ну и так, проходил час. Как в армии мне говорили, посылают, знаете, ты же в армии служил, старики, посылают салагу, вот, что-то сделать. А он отвечает, сейчас. А старик говорит ему, не сейчас, а сию минуту. Вот, так было. То я этот, у меня сия минута растягивалась на час. Настолько было интересно, я читал. То я помню этот момент. Наверное, то и перешло ко мне на всю жизнь. Но я хочу, мама, защитить, меньшего брата. А ну-ка. Он говорит, он не путевый. Ну, я не сказал, я сейчас путевый. Я сказал, я на то время, может, я сейчас более-менее. Я хочу сказать, может быть, какой-то был ветер в голове. А думаешь, у меня не было ветра в голове в молодости? По-моему, у тебя меньше было, чем у меня. Ну, слава Богу, что все выровнялось, и сегодня мы служим Господу и проповедуем Евангелие с этого телеэфира. Апостол Павел говорит, я забываю заднее, простираюсь вперед. Дьявол заинтересован нас держать в заднем, а апостол Павел говорит, вперед. И мама на нас, и папа оказали огромнейшее влияние. Ну, если уж на то пошло, Алекс, если на то пошло, я готовил этот сюрприз к концу эфира. Но если ты говоришь о том, что мама с отцом повлияла, я скажу так. У меня, у меня, на первом месте это Иисус Христос. Почему? Все знают, почему. На первом месте это наш Господь Иисус Христос. Это личность, которая даровала мне спасение, освободила меня от грехов, даровала мне жизнь вечную, посадила меня на небесах. На втором месте апостол Павел. Почему? Апостол Павел написал две трети всего Евангелия. Написано, Нового Завета, написано апостол Павел. Ему было дано величайшее откровение многоразличной благодати. Домостроительство Церкви Иисуса Христа ему были даны. И на третьем месте у меня по модели служения Богу это Папа и Мама. Я не знаю епископов, епископа, наверное, смотрят, но я не знаю вашей жизни. Вашу жизнь знают, может, ваши ближние, и Господь знает, и вы лично. Поэтому, умоляю ли я какого-то епископа, архиепископа, Папу Римского или Патриарха? Нет, конечно. Их знает жизнь, но, Алекс, я говорю это как на духу, что на третьем месте это Папа и Мама в модели служения Богу, потому что я их вижу постоянно, ежедневно, модель служения, образец служения Богу. Я не умолил апостола Петра, я не умолил Иоанна, вот, но, вот я по перечислению, по порядке, вот я сказал, что отец, мама и папа, это те, которые служат таким образцом. Но, мам, вы этого не слышали, кстати, это я уже говорил. Я видел, вы как раз считали здесь внимательно, что это, и еще некоторые в прямом эфире услышали. что ты очень правильно говоришь, я, конечно, не ставлю такой порядок, хотя, если бы ты у меня спросил, кто, я бы, пожалуй, тоже так бы ответил, что родители для нас оказали пример служения Господу, передали нам эту веру. Насколько я сегодня счастлив, и все мы, что мы приняли и передаем нашим детям и внукам. И, знаешь, хорошо, когда у нас есть родители, которые нам передали, и как ты поставил их на третье место. Представь, сколько сегодня даже те, которые смотрят нас по телевидению, не могут так сказать. То ли папа ушел с семьи, то ли мама, то ли были неверующие, не сумели передать, и дети оказались за бортом, не служат Господу. Это трагедия. Поэтому я считаю, что это очень хорошо, когда у нас такое величайшее благословение, которое и на сегодняшний день, оно передается, и мы чувствуем, ощущаем это. Твоя вся детвора в служении, в активном. Да, конечно. Я рад, что... Твои дети. Да, вся семья, и даже старший сын вообще в этом уходящем году уехал. На целый год? Забрал жену и своих трех маленьких детей уехал на Украину трудиться, проповедовать Слово Божие в Полтаву, в Украине. Поэтому я рад. Мам, Я хочу немножко возвратиться к этой мысли, просто наводящей. Вот. Хотя не планировала. Вот это, как ты задала вопрос, вот, что... А я ответила, что большое влияние имеет, когда в семье старший ребенок, как говорится, на своем месте. Ну и родители, соответственно. Ну, родители, ну, конечно, это само собой Господь, родитель, дано власть от Бога. Но очень важно, когда ребенок, я это не раз приходила с ним мне говорить, я это не раз говорила, особенно обращаясь к подросткам, что очень важно, когда в детство ты изучаешь Слово Божие. Очень важно. Это фундамент. Это фундамент. Фундамент на всю жизнь. Потому что есть и временная память, это заложена в нашем мозге. Вот. И оно потом переходит уже, как говорится, уже в длительную память. Оно все остается. И потом, как говорится, вот это, чем ты напитан в детстве, оно потом с тобой пойдет. Оно не уйдет никуда. И поэтому очень важно не тогда читать Слово Божие, когда уже 18 лет. Ну, если, конечно, человек обратился к Богу, это другое дело. Но если верующие родители и он начинает читать уже в 20 лет, это уже не нагонишь. Вот как отец читал с самого детства, так и ты. И тогда, конечно, дальше проходилось тебе на пальцах, по пальцам перелистывать главы отдельные. Вот. Но любил Господа. Любил Господа. Мам, ну скажите, вот я извиняюсь, что перебиваю. Юрий, наверное, не помнит. Я помню, за вас вообще речи нету. Розгой вы никогда меня не воспитывали ремнем. Не помню такого момента. Вообще. Папа один раз только, когда мои оценки немножко пошли вниз, с пятерок ниже, и папа раз меня наказывал, а вы бегали и хотели защищать ремень. Такое было. А ты помнишь, чтобы тебя кто-то наказывал? К сожалению, к сожалению, не наказывали. Может, к сожалению, надо было, может, и приложиться к одному месту. Я скажу. Ну да, а ну-ка. Никогда. Ну я же говорю, к сожалению, надо было, может, и приложиться. Нет, я не знаю. Никогда. И даже, и даже никогда. Ну может, я еще лучше был, если бы приложился. Нет, отец? Ни тебе, ни тебе не говорила. Ни на повышенных тонах. И никогда, и грубо, не обращалась. Это я. Потому что меня в цель, меня в желаниях еще с молодости, не с детства, но уже с молодости, со зрелого возраста было изучить полностью, на память выучить главы откровений. И я дошел, не буду говорить, потому что Бог знает, и это не столь... Но я дошел уже полностью наизусть выучил ни одну, ни две главы. Много глав, да. Но до конца я не дошел. Если бы, может, вы и прикладывались ко мне в детстве, у меня было бы больше усердия, и я бы осилил, что наизусть я бы знал книгу откровения. Если бы было такое непослушание, я знаю, что папа тоже, он бы... Но вы рекомендуете родителям, вот, даже об этом нельзя говорить, скажут в эфире, вы рекомендуете, ну, вот, чуть-чуть по мягкому месту приложиться или нет? Не то, что я рекомендую, слово Божие говорит. Рекомендует, да? Слово Божие рекомендует. Если ты любишь ребенка, если ты хочешь для него блага, ты будешь в отдельных случаях применять розги. Не жалеть розги, да? Не жалеть розги. Я не говорю о том, чтобы действительно я этого не делала. Но если ты видишь, что ребенок упрямый, непослушный, особенно, если он не уважает власти. То есть, какой власти? Власти, само собой. Мы можем, под словом власти, мы можем... Родители. Родители и власти, как мы говорим. Вот такая власть, такая власти родителей. Если он пренебрегает властью родителей, ты должен ему в этом остановить. И то остановить основательно. Иначе, может, все пойти... А если пожалел? А если пожалел, значит, дал повод... Потом сам будет жалеть. Будет жалеть, но он дал повод на следующий раз ребенку игнорировать. Мама сказала, допустим, даже уже взрослый, сделай то-то и то-то. Даже будем говорить такое, примитивное, домашнее, вот с такого возраста приучать. Она сказала, и она должна обратить внимание, или он услышан. Потому что он слушает, но он не услышал. Если он не услышал, он или не сделает, или потом... А потом скажет, я забыл. Это свойственно детям. Мама еще раз может напомнить. Но если уже он более... И здесь, чтобы он не проигнорировал. Если же он более взрослый, и он проигнорировал, ему надо указать, что вот власть моя дана мне от Бога. родители, и ты не должен. И я тебе наказываю не для того, я хочу, чтобы ты запомнил, чтобы я тебе причинил боль, я тебе наказываю, чтобы я тебя научил, и чтобы ты имел, как говорит, ну, в Слове Божем, долголетие, и чтобы тебе было добро. Это в Слове Божем написано. И чтобы тебе было благо. Вот это. Поэтому такие случаи, если родители применяют розу, но, конечно, не давать волю рукам и со злом. Да, да, да. У нас в церкви недавно в Вифании хорошую проповедь один брат говорил. Я могу, в принципе, сказать, кто один из пасторов Владимир Лощук. И он говорил, очень интересно, как раз детей, принесли детей совершать молитву за них. И он проповедовал. И он говорил, что нужно детей учить, и если не последовательно, слушает 10 раз, 11-й, если 100 раз не послушает, что делать, если 100 раз не послушает? 101-й ему скажи. Если 101-й не послушает, 200 раз ему скажи, ну не спеши применять розгу или ремень. Не спеши. Поэтому пример родителей, о котором мы раньше говорили, имеет огромнейшее значение. Нас не нужно было лупашить, потому что вы оказывали пример. Дедушка, наш дядя оказал на нас влияние также большое. Большое. Николай. Друзья, мы в прямом эфире Велина Павловна Чернецкая, также Александр Чернецкий, это наша мама Валя. Просим любить и жаловать. Спасибо, что вы с нами. Поэтому видите, у нас рождественское настроение сегодня. Мам, как настроение? Хорошее, слава Богу. Хорошее, рождественское, да? Рождественское, да. Слава Богу. Христос родился. Христос родился и в наших сердцах. Это разве не радость? Несомненно. Радость. Ну, рождение вообще всегда приносит радость? Само рождение, да? Само рождение, да. Когда родился у меня первый сын, насколько я был рад, но в Волынске от роддома прибежал, какая радость наполняла. Это же родился Иисус Христос, Сын Божий, и радость, то есть рождение. Но почему рождение приносит радость? Потому что это противоположность смерти, я так понимаю. Да, это очень интересно. И родился наш Спаситель Иисус Христос. Но я хочу интересные вопросы задать вам. Вот, порассуждаем. Просто я не договаривался всем с вами до эфира. Я хочу спросить, Юрий, сколько у тебя братьев в небесах? У меня? У тебя. По духу или по крови? Нет, ну, братьев у тебя в небесах сколько? Несчисленное множество. Если по духу, несчисленное множество. Ну, я помогу, ну, по плоти, допустим, скажем. Ну, Виктор. Один, да? Упокоился в Господе, да. Значит, один, да. Мам, у вас сколько братьев? У меня два брата в небесах. Два брата, да? И два, если маленькими, четыре брата. И одна сестра. Значит, у тебя один брат, да? И у вас два брата. Но нет, больше. Четыре. Ну, четыре. Но я спрашиваю за братьев. За братьев. Четыре. Да. Ну, и у меня один, наверное, Виктор, да? Да. Почему я спрашиваю этот вопрос? Я хочу маленькую историю прочитать. А ну-ка. Вы послушайте, мы за детей сегодня говорили. Сколько у тебя братьев? Спросил человек у маленького мальчика. Мальчик посчитал и сказал, столько-то у меня братьев и один в небе. Нет, мой сын, поправила его мама. У тебя нет брата в небе. Да, у меня есть, ответил мальчик. Разве ты не говорила мне, что Бог был моим отцом, а Христос есть сын Бога? Тогда он должен быть моим братом в небесах. Вы поняли? Интересно. Вы поняли смысл какой? Конечно. Значит, получается, что мы говорим, Иисус Христос наш Спаситель, получается у тебя два брата. У тебя Виктор и Иисус Христос тоже брат. У меня два брата. Мама, у вас, получается, надо добавить еще одного брата, Иисус Христос. Мы говорим, ты говорил, апостол Павел, смотрите, апостол Павел, наш брат, несомненно, наш брат. Мы когда проповедуем братья и сестры, братья во Христе, ну я вот когда это нашел, я так начал размышлять, получается, что Иисус Христос, кроме того, что наш Спаситель, он еще Сын Божий, он наш брат. Об этом, конечно, редко услышишь, особенно сегодня в рождественском эфире. Это, я думаю, это будет просто для всех наших телезрителей напоминание о том, что Иисус Христос, кроме Спасителя, он наш брат. То есть мы состоим в таком родстве равных, которому нет родства. У нас родство, небесное родство есть. Мы заключены в одно родство, этой незримой, невидимой, но такой реальной связью, реальной нитью, как мы говорим. И это воспринимается, как мы говорим, это принимается верой. Настолько живучая эта вера, настолько она живая, настолько она реальная, что то, о чем ты говоришь, оно мной, я уверен, мамой воспринимается незыблемо. Что действительно, это не что-то заоблачное, какое-то философское, но это настолько реальное, как для наших зрителей мы реальны на телеэкране. Мы реальны, нас можно увидеть, пощупать точно так, реально то, что у нас есть ходатай. Юрий, откуда же появляются атеисты в наше время? В Америке есть атеисты. Есть. Я просто удивляюсь, что даже какая-то партия существует, да, движение атеистов, откуда они могут взяться? Из преисподней, понятно, это бесы из преисподней, которые посылают им всякие эти штучки, дурманят их головы, к сожалению. И к стыду можно сказать, когда я узнаю, что некоторые ДВРы, дети верующих родителей, становятся атеистами, это уму непостижимо, и диву даешься, как такое может быть? Вырасти в христианской семье и стать атеистом. Какую вы оценку даете? Понятно, это скорбь для родителей. Да, это скорбь. Но написано, что они были в нас, но не были в наши. И потому вышли от нас. Ну, а это уже второе. Ведь знаете, что не все, что можно и ходить в собрания, это еще не все. Можно ходить в собрания, можно и по праздникам, можно ходить. Но как тебе в сердце? Вот как я говорю, что как, Господь, если открылся где-то в шестилетнем возрасте, это все, это никогда никакого сомнения нету, что его там нет. Ну, почему так? Ну, я согласна с тобой, и однозначно ответить на этот вопрос трудно. Но это скорбь. Это скорбь, да. Это просто трагедия. Я вспоминаю, кстати, мы в Америке, у нас дежурное хаварью, как я его называю, дежурное, пластмассовое хаварью. Это регулярное, дешевое зачастую приветствие. Приветствие, хаварью. Я читал не так давно, что одна из народностей, это Гвинея, есть такая страна Гвинея, значит, они настолько уверовали в Господа, там целая народность пришла к Богу, уже около ста лет назад. И так оно из поколения, что их приветствием, когда они встречаются друг с другом, не есть хаварью американская, как твои дела по-русски, а «how many Christmas do you have?». А летоисчисление у них идет от того, когда ты уверовал, когда ты принял Иисуса Христа. Вот интересно. Я как прочитал, да, это документалистика, это я не взял где-то. «Сколько, сколько Рождеств у тебя?». «How many Christmas do you have?». А тот говорит «10», и он пошел дальше. А ты имеешь, а тот говорит «80». Он уверовал от чрева матери. То есть, и это настолько, настолько это меня впечатлило. Действительно, все берет, все, все. Так должно, по крайней мере, все брать. Летоисчисление. От Рождества. От Рождества Христова. От Рождества Христова. Не от какого-то атеиста. Атеисты появились-то. Ну, первый атеист, дьявол не атеист. Вот я могу сказать этим атеистам, которые говорили, откуда они появились. Я хочу разочаровать вас. Вы знаете, что дьявол не атеист? Бесы веруют и трепещут. Бесы веруют и трепещут. Это личность, дьявол, это личность, которая лицом к лицу, она видела Бога. То есть, он был, и он настолько, он больше знает, верит. Он не верит Богу, он верит в Бога. Намного больше, чем, к сожалению, многие христиане. Но он же и пришел оттуда. Он оттуда пришел. Так он реалист, он знает, что он был сотворен Богом. Он был красивейший из осеняющих, так написано. Деница, сын Зарии. То есть, он был самым красивым. Он был главным регентом, говорят, в небе. Одна интересная мысль недавно прозвучала в наших служениях. Ты атеист не потому, что ты атеист. Ты не хочешь верить. Ты просто не хочешь верить, поэтому ты атеист. Вы слышали? То есть, человек принял решение. Ты не хочешь верить. Да. Мама, я в своей жизни, да вы знаете, ты, Юрий, я видел вот где-то пять чудес явных. Ну, может, даже чуть больше. Выражаем их в исцелении. Да, в исцелениях. Я их видел. Я видел их. Пережил. Как я могу сказать, нету Бога? Христос не приходил на эту землю. Как я могу сказать, и вы. Мы год назад стояли на Елеонской горе. Да. Помнишь? Конечно. И у нас там тема была такая интересная. Даже если придут какие-то страдания, которые, кстати, приходят сейчас. Мы знаем, что на Ближнем Востоке началось. Если ты помнишь, я говорил, если даже кто-то придет и скажет, отрекись, ну как мы можем отречься? Поликарф 86 лет прожил христианином, ему сказали, отрекись. Он говорит, как я могу отречься от того, кому я служил всю жизнь, и он мне ничего плохого не сделал. Как я могу отречься? То есть это настолько реально, настолько реально Бог существует, и ад существует, как я вижу от тебя, маму и наших операторов. Это настолько реально, что Иисус Христос родился, Бог явился во плоти. Несомненно. Бог явился, пришел на землю. Да еще ж наперед было все предыдущие. Поэтому, если говорить за атеистов, это вообще ум не вкладывается. Как можно быть атеистом? Алекс, ты знаешь, всегда, когда мы приезжаем в дом родителей, первое, что мы видим, встречает нас, это открытые Библии на столе. Это закон медианы перцев. Мам, вы много читаете. Если бы пастыря и проповедники читали, изучали слово, как вы, я думаю, что пробуждение давно бы пришло. Что в последнее время Господь говорит вам? Лично вам? Ну, этот вопрос... Много говорит, да? Это я, как говорится, не пророк и не сын пророка. Ну, я хочу сказать, вот, видя, что совершается на земной планете, какие происходят события, это все идет нарастающе, и какие, как говорится, катаклизмы. И все, что совершается, это просто, это даже в мои еще годы, скажем, допустим, в мою молодость тоже, тоже было, но не так, как сейчас. Не столько, не в таком темпе и не так много. Вот. То, что в моем сердце, допустим, приход Христа очень близко. Это мое, это мое, я так, я думаю, что все так рассуждают. Просто, как говорится, к границе все подошло. Вот. И поэтому много есть и откровений, и пророчеств есть об этом. Вот. Ну, на какое там, на какое время, ведь Слово Божие настолько оно мудро, оно переплетается. Мы не найдем, как в любой литературе идет последовательность. Вот, и мы так читаем, идет повествование. А Библия не так, это премудрость. Если бы она так не была написана, то мы бы, ага, вот уже, вот, вот же пришествие Христа. Через год или через два, да. Да, да, это уже пришествие Христа. Но написано, не знайте ни дня, ни часа. Поэтому бодрствуйте всегда, ибо вы не знаете, когда он придет. И вот такое вот в моем внутри, что нужно быть готовым во всякое время. Пришло такое время, что смотрите, уходят в вечность. Детский возраст, средний возраст, много. Пожилые даже бывают, и что живут, а дети уходят в вечность. Точно. Это, вы знаете, это скорбь родителям. Хотя должно быть наоборот. Дети должны хоронить родителей. Но, тем не менее, мы не проникаемся. А почему? А что? Мы знаем, что если верующий человек, все твои единства там у Господа. Отвечены. Ну, а как же, как же Господь распоряжается? Или это уже идет, он смотрит, когда готов человек, он его забирает. Какие обстоятельства, может, что-то предстоит хуже, потому что наш Господь, он дорожит душою, он дорожит спасением человека. Вот. Поэтому вот мое такое, как говорится, общее, что пришествие Христа близко, и нам нужно быть готовыми. Вечер приходит, приходит вечер, прошел день, благополучие, поводари Бога, проверь себя. Один брат говорил, я вечером проверяла свою жизнь, как на сито. Все знают, что такое сито, когда ты сеешь муку. Вот. Когда шире там, то оно все вылетает. А когда сито, там остается. И вот ты проверяешь, и свою внутреннюю смотришь, а что, как за этот день? Ага, там. А Дух Святой дает напоминать и совесть. Это я говорю за себя, и я думаю, что вы тоже так делаете, и весь народ Божий. Ты проверяешь, ага, и здесь нужно, здесь нужно еще смирение, здесь нужно покаяние, а здесь нужно еще как-то терпение набираться больше. А здесь попросить прощения у кого-то. А здесь прощения и попросить. А здесь, как говорится, небо есть, не согрешайте, солнце-то не зайдет, вот небе вашим. Это для всех христиан. Это очень важно. Это очень важно. Потому что, когда уже человек умирает, жизни там, как говорится, покаяния нету, умер человек, все пошло за ним. Ну, мама, вот смотрите. Ну, парадокс в том, что мы причисляем такие мысли, о чем вы говорите, молодые люди. Я не к себе это говорю. Я тоже в основном вот так вот, как вы говорите, хотя я чуть моложе вас. Но молодые люди, в основном, они не заняты не в смертном ложе, а на сонном ложе такими мыслями, к сожалению. К сожалению, их такие мысли не тревожат. О чем же они думают? Говорить об условиях Америки или в целом говорить глобально? Ну, давай в Америке. О чем? Мне один сказал недавно, бизнесмен, на днях. Говорит, Юрий, опять я набрался 5 или 6 домов в одном из штатов, опять 5 или 6 домов, и опять меня поджимают кредиторы. И понятно, о чем мысли могут быть заняты. Потому что здесь, как вы правильно подметили, все стремительно. Такое проклятие века, это спешка, это все в попыхах, все надо успеть. Раз, раз, раз. Я одному звоню в 6 часов утра, одному брату, и начал извиняться, что я его разбудил. Он говорит, я с 4 на ногах, я с 4 часов на ногах. Я говорю, как с 4? Он говорит, я на пути уже на бизнес-проект. О, с 4. То есть это я не к тому, что он плохой и я хороший. Я имею в виду, что настолько вот это вот... Гонка. Кучерьма, вот, кучерьма. Я не знаю, как перевести это на русский язык. Я думаю, гонка лучше подойдет. Ну, я... Ты будешь отвечать? Нет, нет, говорите. Буквально. Слово Божие написано, что если имением служили Богу, это очень важная часть. Если, конечно, ты имеешь, и ты можешь содержать или миссионера, или какой-то проект, это слава Богу. Или на импакт жертвовать. На импакт жертвовать, да. Я тоже об этом. Вот. Но, тем не менее, нужно и забывать главного. Ведь даже к нам, женам, не то говорится. Ой, суета, суета. Я женщина, у меня суета. Брат говорит, какая у тебя суета? Это я лично слышала. При мне говорили. Он говорит, ну, ты, сестра Валя, у тебя же суеты нету. А он говорит, а какая у вас суета, сестры? Ну, у меня дети. Ну, сколько детей? Ну, немало детей. Так это же не суета. Это благословение? Это благословение. Ты трудишься. Ты укладываешь своих детей. Это труд. И ты радуйся этим. Суета на рынке, наверное. Это необходимое. Ты идешь на работу. У меня, говорит, пять детей. Я приехала в Америку. У меня пять детей. Я должен приехать сюда. Я должен где-то подработать, чтобы мне содержать семью. Ну, правильно. Он говорит, я хочу что-то там много. Но если даже есть люди, которые делают там дома, ну, то есть, покупают, приобретают. Но что главное еще здесь? Мы ведь не знаем, что в человека. Конечно, больше домов. Больше это покупать. Это больше надо мозгами работать. Это надо счета. Это надо людей. Это надо бухгалтерию. Бухгалтерию надо, ну, чтобы не оказаться тем, который и начал, и не достоин. И не закончил. Да, согласен. И поэтому я так смотрю, как говорится, пусть каждый посмотрит на это. И если нужно где-то остановиться, ты чувствуешь по себе. Потому что тебе надо бодрство в любое время. Можешь уйти в вечность. То лучше давай, лучше иди, как говорится, пониже, поменьше. И в этом благодари Бога. А если оно тебе не влияет, ты чувствуешь, что это твое пожертвование, то Господь видит. Пожалуйста. У меня, Юрий, такой подход. Пусть этот брат встает в четыре или в три. Вот пусть Бог его благословит. И вообще наших славянских бизнесменов. Смотрите, наши дети сейчас пошли в институты, в университеты, учатся, получают хорошие работы. Это же благословение для Америки. Несомненно. Вот. Но я к чему веду? К тому, что в церквях наших сейчас приезжают много братьев и сестер также. Особенно вот, что в Донбассе произошло, мы знаем, в каких условиях сейчас оказался народ. И в нашей церкви недавно была одна сестра. Постоянно просят финансы, просят проекты. И у меня лично, я не говорю, у меня лично подход такой. Если приехал очередной проситель, кто бы он ни был, никогда не ропщи. Дай лучше доллар, но не ропщи. Доллар больше, чем ничего. Понимаете? А то можно, ага, опять кто-то там приехал, опять деньги просит. Да не деньги просит. Если ты даже дашь доллар или пять, ну ты же не будешь давать тысячу лет. Ну ты проживешь пятьдесят, шестьдесят лет, семьдесят, и все, и вечность впереди. Ну ты же не будешь платить тысячу лет эти деньги, так же? Поэтому пока еще есть возможность. И Христос говорил, давайте дастся вам. Я всегда, знаешь как, я всегда даю с наслаждением, с радостью, с большой радостью. Я никогда не мну доллар, чтобы не заметили. И никогда не потрясаю, как снопом потрясения, чтобы мою сотню видели. Никогда не делаю. Но ложу всегда с дерзновением, с радостью. Не с тем, Господи, я ложу, смотри, что я сотню дал, или там две сотни. А ты же мне воздай. Но я даю, потому что я понимаю, что это же благословение мое. То, что Бог дает мне, глаза дает, каждый вечер, благодарю Бога. Господи, благодарю Тебя, что Ты дал мне глаза сегодня. Я своими глазами видел, своими ушами слышал. Мои собственные ноги шуршали по земле. Мои собственные руки держали не столь шикарного руль автомобиля. Я, скажем, без кондиционера, но я уверенно ехал. Мои глаза, я дышал своей грудью. То есть, разве это не благословение? Это благословение. Это огромное благословение. Я прочитал в социальных сетях недавно. Каждое утро просыпаюсь и два подарка получаю. Два глаза от Бога. Видишь, представь себе. Каждое утро. Поэтому представьте себе, друзья, на Рождество, что Господь подарил нам на Рождество. Поэтому нам есть за что Его благодарить. Нам есть за что Его благодарить. Друзья, мы звонки не принимаем в эфир, поэтому можете не звонить. Мам, и потом Алекс, пожалуйста, у вас есть телеобъектив. Благословите зрителей. Я верю, что ваше благословение, друзья, оно просто будет иметь свой след в вашей жизни, в вашей семье. Благословение вот этого человека Божия. Поэтому я называю вас человеком Божиим, помазанником. Просто благословите, скажите, где, здесь столько много камеры, где мамина камера будет, подскажите мне. Вот, вот эта камера, да, спасибо. Все, что от сердца. Рождество, Новый год. То есть, пожалуйста. Ну, дорогие телезрители, как я уже говорила, все слушающие, хочу сердечно еще раз поздравить вас с этим величайшим праздником, величайшим праздником рождения Иисуса Христа на землю, который оставил небо, оставил хоры ангелов, оставил всю славу в своем небе и явился на землю, родился для того, чтобы дать нам спасение, чтобы примирить нас с Богом. И поэтому великое счастье, это великое приобретение, что мы примирены с Богом. Тот, кто хочет этого, желает, что мы примирены с Богом, имеем им надежду на жизнь вечную. Мы этим живем, мы этим дышим, и мы этой надеждой живем. И поэтому я хочу влазвить каждого из вас, чтобы вы были верны Господу, чтобы вы радовались в эти праздничные дни, и не только на Рождество, чтобы вы радовались всегда. Написано, радуйтесь всегда в Господе. Радуйтесь. Вот мы перед этим говорили, есть с чем радоваться. Нас ожидает небо, нас ожидает слава. И потому старайтесь всеми силами трудиться для славы Божьей. Молитесь, продолжайте. У кого еще дети, может, не примирены с Богом, не опускайте руки. Придут свое время. Или при вашей жизни, или когда уже вы уйдете в вечность, потому что Господь принимает молитвы и отвечает на них. Те, которые еще не познали истины, я от сердца желаю, откройте свои сердца, вникайте в Слово Божье, читайте Евангелие, New Testament, как по-английски говорят. Читайте, вникайте, изучайте. Не бегло читайте, а старайтесь изучать и прийти к Богу, чтобы иметь жизнь вечную. И пусть Господь благословит вас, дорогие все друзья, вашей семьи, ваших детей, ваших родственников, что в будущем году ваши желания исполнились, к чему я тоже стремлюсь. Спасибо, Мам. Благодарствую вас, спасибо. Пожалуйста, Алекс. Я хочу сказать и вспомнить такое место в Писании, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Я хочу также со своей стороны поздравить всех телезрителей с этим величайшим праздником, Рождеством Христовым, о котором мы сегодня говорили целый час. Хочу также поздравить и с наступающим новым 2016 годом. Также хочу поздравить тех братьев и сестер также, которые доказали свою верность Господу не только на словах, но и на деле, когда вы находились в вузах за Слово Божие. В этом году мне пришлось быть на похоронах одного узника, брата Николая Лавьяна, который ушел к Господу 95 лет, и он остался верен и служил Господу до конца. Поэтому я также хочу благословить всех, служите Господу до конца, будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Спасибо, спасибо, Алекс. Мам, спасибо вам. Друзья, если бы я спросил, кто из телезрителей желает почаще видеть маму, я слышу крики. Тысяч, десяток, сотен тысяч, они хотят вас видеть, мам. Поэтому мы будем встречаться, и уже вы не откажетесь. Я чувствую, что пришло время, что почаще мы будем с вами в эфире. Телемост уже будет сделан. Телемост будем делать. Итак, друзья, будьте благословены. Мое поздравление, пожелание одиноким, может, сиротам, может, вдовам. Вы одиноки, в своей комнате, в своем апартменте, одиноки, в своем доме, может, в своей судьбе, вы одиноки. Бог да благослови вас. Пусть ничто, и никто не омрачит события, величайшего события. Радуйтесь в Господе, апостол Павел говорит. Еще раз говорю вам, радуйтесь. В другое место говорит, Господь близко, Он близко, Он с вами, Он рядом, Он там, где вы есть. Поэтому будьте благословены. Оставайтесь с нами на импакте. Иисус Христос любит вас, мы также любим вас. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»